Самый спортивный в области четвертый класс выявили на соревнованиях в Старомосколе. Туда приехали два десятка команд практически из всех районов. Кто оказался самым легким на подъем, знает Екатерина Равинских. За 30 секунд многие из этих школьников делают джим лежа 30 раз. Были и рекордсмены с показателями выше 40. Фамилии этих ребят тренеры сразу берут на карандаш. В них видят будущих спортсменов. Ведь главная цель этих соревнований не столько выявить сильнейший класс в области, сколько привлечь четвероклашек к занятиям спортом. Мы готовились серьезно, тренировались, бегали, прыгали, потягивались. Но вот сейчас я свои успехи сделал, у меня все получилось. Я хочу стать чемпионом. В соревнованиях принимает участие 20 команд в двух разных зачетах. Городские школы и сельские. Эти ребята уже прошли отбор у себя в учебных заведениях, затем в районах. Областной этап финальный. После его проведения будет известен победитель. Как правило, это городские школы. Белгород, Старооскол, Губкин. Ну и такие бывают сильные команды с района Валуки, Новооскол, Чернянка. Соревнуются команды по круговой системе. По очереди участвуют в нескольких видах состязаний. Жим лежа, сгибание рук в упоре, челночный бег, прыжки в длину, упражнения на гибкость. За каждый этап выставляются баллы. При их суммировании и выявляется команда-победитель. В этом году среди городских школ это 10-й лицей из Белгорода. Среди сельских – Новоалексеевская школа из Равинского района. Там учатся самые сильные четвероклашки Белгородской области. Екатерина Равинских, Жанна Краснянская. Новости Миробелогорье.